МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда лучше учиться на чужих ошибках, а лучше учиться на чужом успехе. Сегодня в рубрике мужское и женское Елена Любименко. Расскажу вам немножко о себе. Меня зовут Елена Любименко. И я являюсь хозяйкой арт-класса Елены Любименко. Это художественная студия, в которой взрослые дети получают скорую помощь в рисовании. И за короткий промежуток времени они поднимают свои способности на качественно новый уровень, так что в результате могут рисовать даже портреты. Ну, что касается идеальной женщины, да, выскажу вам на этот счет свое мнение. Конечно, вот как сказать, идеальная женщина или неидеальная? Да, вот я смотрю на вас, все красотки неземные. Вот как сказать, что одна идеальнее, а другая нет? Да, невозможно же? У каждого свой характер. У каждого свой характер. И потом идеальная она, наверное, должна быть для кого-то? Ну, или для себя самой, может быть, да? Да, то есть, ну, мне кажется, просто в человеке должна быть гармония. Да, то есть, когда в вас гармонична ваша внешность, ваша одежда, ваше настроение, погода за окном, человек, который рядом. Ну, вот что? Вот оно, счастье, вот она гармония, вот она идеальная женщина, да? А если нету вот этого гармонии, если что-то выпадает из общей красоты, так скажем, ну, вот что-то нарушилось, надо, значит, добавить пазлы. В какой-то момент, наверное, вы чувствуете, что вот сейчас хотелось бы, ну, вот там, чего-то для себя другого, да? Ну, не знаю, там, танцевать, да? Ну, позвольте себе потанцевать. Или, если вы хотите, не знаю, рисовать, да? Позвольте себе рисовать. То есть, я, когда наблюдаю за людьми, которые успешны, да? То есть, к нам очень много приходит людей, которые, ну, уже вот они сложились в жизни, уже у них всё удалось, всё им как-то вот хорошо, и они просто позволяют себе заниматься чем-то ещё для души. И я вижу, что они отличаются именно этим, что они позволяют себе жить прямо сейчас, да? Но, безусловно, ну, есть какие-то пределы ещё и моральные, да? То есть, какие-то устои в обществе. То есть, если мне, не знаю, там, хочется пойти и написать картину, ну, что, это никому не мешает, никакого там, никакой морали или правила общества не нарушает, пойду и напишу, да? Ну, если там мне понравился женатый мужчина, например, да, то, пожалуй, в обществе не очень принято, как бы, быть с женатыми мужчинами рядом, поэтому в этом я себе откажу. Творческие люди действительно отличаются, и отличаются они, пожалуй, тем, что, ну, то, как они общаются, да, оно, ну, часто задевает гораздо больше людей, да? То есть, это не общение, когда я только с вами, или когда вот я, там, сколько у вас, человек 20, например, да, с 20 людьми. Это общение через картины, которые мы можем, например, через века наблюдать, да? То есть, уже давным-давно нету, там, Леонардо да Винчи или Рафаэля, но все мы знаем какие-то их произведения, либо на слуху, либо общаясь, да, через выставку, понимаете? Поэтому они действительно чем-то отличаются, наверное, и, наверное, они отличаются вот своим умением общаться, да, или если взять музыкантов, например, то тоже, да, там, многие из вас, наверное, слушают проект «Голос», и, да, и там есть что послушать, да? И это общение не один на один, не один с 20, а общение, которое вот миллионов, пожалуй, людей, наверное, касается. И тот, кто может общаться лучше, да, ну, такого человека мы знаем через века в результате. Сейчас я думаю, что я могу принимать людей такими, какие они есть, и могу позволять им быть такими, какие они есть. Ну, это же здорово, что мы все разные, да, что мы не одинаковые. Даже находясь в одном орнаменте, каждый из вас при своем характере. Поэтому, ну, нету людей там на одно лицо, нету вот людей, с которыми чувствуешь себя одинаково, да? То есть как-то не могу назвать такого качества. Ну что ж, спасибо вам большое за то тепло, которое вы мне подарили. Мне было приятно с вами провести время. Приходите к нам в гости. В современном мире мы очень много сидим. Сидим дома на диване перед телевизором или перед домашним компьютером. Сидим на работе, в транспорте, в кино, в ресторане. От такого сидячего образа жизни возникает очень много проблем, в том числе и излишний вес. Давайте посмотрим, как же с этой проблемой борются в семейном клубе «Любящие сердца». Здравствуйте, девочки. Рада сегодня вас видеть снова в нашем зале. И сегодня мы с вами будем заниматься очень интересным занятием, которое называется «Гибкая сила». Которое включает в себя силовую нагрузку, упражнения из йоги и также функциональные упражнения. Так что у вас поработает сегодня все тело. Что ж, начнем? Вдох, потянулись. Выдох, еще раз. Выдох. И последний. Руки опустили. Плечи. Здесь восемь. Семь. Шесть. Работаем. Дышим. Четыре. Оттягиваем вниз плечи. Три. Добавляем когти. Четыре. Три. Два. Большой круг руками. Восемь. Семь. Наверху чуть задерживаемся. Вытягиваемся. Еще три. Два. Два. Две руки вместе. Потянулись чуть в одну сторону. В другую. Еще. Мягкий присед. Оттягиваем таз назад. Поставили все стопы параллельно. Параллельно. Вдох. Выдох. Все сначала. И здесь восемь приседаний. Восемь. Руки перед собой. Семь. Шесть. Еще. Пять. Четыре. Супер. Три. Два. Останемся внизу. Зафиксируем положение. Хорошо. Ровнее спинку. Взгляд перед собой. Вытягиваемся. Смотрите. От макушки до колен ровные линии. Руки ставьте широко. Широко. Ладони смотрят вперед. И опускаемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В нижней точке чуть задерживаемся. Молодцы. На выдохе живот подтягиваем. У нас еще четыре. Три. Два. Последний. Отдохнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И аккуратно подъем. Молодцы. На этом наше занятие закончено. Девочки, вы большие молодцы. И приходите к нам в клуб «Любящие сердца» заниматься еще раз. Семейный клуб «Любящие сердца». Это специалисты по разным направлениям. Психолог, стилист, мастер фэн-шуй, фитнес-инструкторы, массаж, светотерапия, танцы, фитнес, йога, оздоровительные процедуры, занятия для будущих мам, раннее развитие для детей, творческое развитие. Проведение детских праздников и дни рождений. Улица Амантая, 12. Телефон 216-45-31. Или 8-917-7-888-00. 3w.familyclub.ru Мне очень понравилось упражнение, очень понравилось занятие. Там и силовые упражнения были, и элементы из йоги, что я очень давно хотела попробовать. В общем, я под большим впечатлением. Состояние такой легкости, подтянутости. В общем, здорово. Очень понравилось. Всем привет. Меня зовут Элина. Мне 24 года. Я люблю постоянные движения, новые знакомства и интересных людей. Обожаю танцевать и кататься на коньках. Мечтаю объехать как можно больше интересных мест на нашей планете, открыть свой собственный бизнес и встретить любимого человека. Партнера проекта «Идеальная женщина». Корсет «Ваш секрет». Семейный клуб «Любящие сердца». Оздоровительный комплекс «Райский берег». Центр бумбилдинга «Лилии Коллеговой». Ресторан 007. Центр омоложения Алены Комаровой. Визажист Инна Усманова. Танцевальная мастерская «Точка». Стоматология «Армдент». Турфирма «Каравелла». Студия красоты Анастасии Сведенцовой. Wellness Slim Club. Психологи Маргарита Яковлева и Гузель Магизова. Школа иностранных языков «World for you». Бильярдный клуб «Соло». Бутик одежды номер 7. Medical on Group UFA. Информационный партнер. Журнал «Салават Юлаев». Лен, 32 года, в состоянии развода, на проекте, и все равно такая сияющая, улыбающаяся. Вот, знаешь, у многих женщин бывает депрессия, да, после развода, во время развода и так далее. У тебя ее нет? Или ты вот как-то очень хорошо держишься? Ну, она у меня кончилась как-то быстро. Что случилось? Ну, вот так вот получилось то, что мы очень долго жили, получается. Очень долго, это сколько? 12 лет. У меня, как бы, ну, год до садьбы мы еще встречались, все было красиво, все было хорошо. Потом один прекрасный момент, мы просто поняли, что мы просто так проживаем жизнь. И это как бы... Как, как, вот что нужно сделать, чтобы люди это поняли? Прожив 12 лет в браке, детей у вас так и нет, да? Нет, да. Почему? Какие-то медицинские проблемы? Или не хотелось никогда? Получается, как у нас разная группа крови. То есть вам медики запретили? Совместить, да, ну, как бы нельзя нам с ним было. Мы, как бы, с этой мыслью, что да, ну, лучше будем жить так. Ну, как бы, да. Но у людей должны, если только лет прожить, должны какие-то общие быть интересы, двигаться в одном направлении. У вас ничего нет общего? Ну, даже хобби нет общего. Это же тяжело, так же и с человеком, как бы. Ну, он тоже, я не могу сказать, что он там плохой какой-то человек. Нет, ну, я не буду с козлом там. Но вот так вот вышло. Ну, это удивительно. Вот жили-жили, да, перешли вот к такой мысли. Но проект попала для чего? Чтобы найти нового мужчину, чтобы обладать какими-то навыками и знаниями, которые я никогда, я не знаю, не видела и не умела. Евгения, просто не представляете, когда вот мне что-то хочется узнать нового, у меня же глаза горят. Не представляете, такой драйв. Я люблю чему-то учиться, потому что век живи, век учись. Это не зря ты говорила. Вот чему здесь научилась? Что очень хорошо удается, что очень нравится? Мне нравится, как бы, учиться всему новому, разному. Это вот самое главное для меня. Вот что-то действительно узнать, познать. Также мне что нравится на проекте? Общение. Как можно вести себя в конфликтных ситуациях, в стрессовых ситуациях. Это очень интересно. Чего помогает? Помогает. Ну, направление дает, как правильно себя вести. Это очень полезно, кстати. И в семейной жизни, и в одинокой жизни, и в личной жизни. В любой жизни. Скажи по поводу уроков конкретно. Что очень хорошо получается и что очень сложно дается? Ой, у меня всю жизнь получается очень хорошо, там, Сульки. Пилон. Пилон, не важно. Хорошо, пилон, нравится, все отлично. Что не получается? Ой, знаете, что у меня не получается? Это вот перед камерой, вот когда мы выходим. Там мелочи, поверь. Кого видишь победительницей? Пока сейчас, мне трудно сказать. У кого-то там не получается, у кого-то здесь не получается, у кого-то там кто-то не может отработать с работы, просить с кого-то дети. И как бы вот это все накладки, они... Ну вот, через месяц, я скажу точно. Через месяц мы с тобой встретимся, если у тебя будут какие-то проблемы с преподавателями, то ты тоже обращайся и, соответственно, с участницами. Будем их решать. Конечно. Смотрите сразу после короткой рекламы. Кстати, кто в школе вот учился, наверное, помнит, время было present, еще вот indefinite его обзывали, да? Понятно, доступно. Родители и дети, они являются наследниками первой очереди? Наследниками первой очереди являются супруг, дети и родители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова